Продолжение следует... 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 Появилась информация о том, что в Карламан прибыл эшелон с китайскими военнослужащими и китайской военной техникой. Почему в Рио главы республики Башкортостан Ради Хабиров не поставил в известность и не объяснил народу, почему на территории республики появилась иностранная армия? Одновременно мне передали, что Хабиров покупает должность главы республики Башкортостан за 8 миллиардов рублей. Как мне сказали, эти деньги он начал собирать после того, как был назначен в Рио главы и делал это следующим образом. Меня поставили в известность, что он уже продал все шиханы и подписал документы об их продаже. Также мне сказали, что именно с целью сбора этих денег он закрыл глаза на возведение мега-свинокомплекса в Билибеевском районе без проектной документации. Как известно, продукция мега-свинокомплекса рассчитана на потребление в республике Китай. Я не могу проверить эту информацию. Однако закрадывается сомнение. Не введены ли китайские войска в республику с целью поддержки существующего режима? Целая военная техника. Станция Карламан. Башкирия. Пассажирские вагоны, набитые китайцами. Я в рамосе. Тут у нас танки. Лес воровали теперь. Воевать едут по ходу. Всем известна история Пусси Райт. Если бы они спели в католической церкви в европейской стране, никто бы этого не заметил. Но они спели в православной церкви в Российской Федерации. Чем нарушили устои. Башкирия традиционно считается мусульманской республикой. В исламе запрещено мужеложество. В сети появилось достаточно информации для того, чтобы избиратель мог сориентироваться и выбрать кандидата такого, чтобы не пришлось сразу после выборов наблюдать гей-парады в республике Башкортостан. Уважаемые избиратели Башкортостана, 8 сентября 2019 года состоятся выборы главы республики Башкортостан. Я встретилась с кандидатом на должность главы республики Башкортостан Рафисом Кадыровым. Мы пришли к полному взаимопониманию по вопросам социально-экономического и духовного развития республики Башкортостан. Поэтому призываю вас отдать свои голоса Рафису Кадырову. Вместе с тем, никто не вправе принудить вас голосовать тем или иным образом. Поэтому альтернативное предложение – прийти на избирательный участок, получить бюллетень и вынести его. Бюллетень является вашей собственностью. В дальнейшем я объявлю порядок, в котором можно будет передать мне этот бюллетень для контроля избирательного процесса. Итак, 8 сентября призываю проголосовать за Рафиса Кадырова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!